Друзья, всем привет! Сегодня мы едем в новое место, в Lake Tahoe. Посмотрите, остановились на каком водопаде прямо у дороги. Какая красота! Это еще Калифорния, скоро будет штат Невада. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наконец-то мы приехали в Lake Tahoe. Очень красивые дороги, надеюсь, вам тоже понравилось. Просто невероятная природа в Калифорнии. На пересечении мы находимся двух штатов, Невада и Калифорния. И мы сейчас идем на озеро Lake Tahoe. Погода настолько разная, за целый день было и жара, что просто до футболки было и мороз, и снег, и туман. Очень крутая гора, подъемники поднимаются на самый верх. Друзья, смотрите, какие шишки огромные. Посмотрите. Вау! Я еще таких огромных не видел. С ладонь мою. Какая-то она жирная лошадка. Два раза больше, чем обычно. По-американски. К сожалению, все в тумане. Я не знаю, тут говорят, такой красивейный вид. С видом там на горы. Но на данный момент ничего не видно. Очень много домиков здесь туристических. Можно все снимать в аренду. Там чуть дальше через дорогу горнолыжный курорт. И снег уже, подъемник. Вот этот мужик рыбков поймал. Вау! Она все переливается. Это форель? Она еще дергается, да? Вау! Вау! Найс! Ну что, друзья, мы подходим к озеру. Ничего не видно. Вообще так жаль. Все в тумане. Посмотрите. Вау! Дерутся, дерутся, да? И одиннадцатая по глубине во всем мире. Вейктаффа, да? Вторая в Америке? В Америке по глубине. Да, зашел. Оно очень глубокое. И одиннадцатое по всему миру. Как в России Байкал. Итак, вот это, друзья, получается, Калифорния по правую сторону. По левую сторону Невада. Даже вот мы нашли знак, наконец. Даник, отойди, Даник. Еще, смотрите, в Неваде разрешены казино. Вот сразу начинается. Полностью. Вот за вот этой линией казино. Все. В Калифорнии, типа, мне сказали, нельзя и нету. Вот. Какие здесь машинки ездят. Посмотрите. Тесла. Очень много таких джипов, пикапов огромных. Таких задранных. На высоких колесах. Просто нереально. Посмотрите. Один, второй. Да, какой задранный. Вау. Каток здесь еще есть. Потихоньку движемся в сторону дома. Сейчас находимся в аэропорту Сан-Франциско. Вылет наш через часик. Уже где-то будет. Уже мы прошли весь контроль. Все. Только ожидаем. Короче, что могу сказать. Все очень понравилось. В Америке мы, конечно, были как гости, как туристы. Ездили по всяким туристическим местам. Просто отдыхали, гуляли. Очень в целом все понравилось. В Америке. Чем дольше находишься, тем больше нравится. Глаз привыкает быстро. Ко всему. Огромные расстояния. Широкие дороги. Машины огромные. В общем, такие масштабы. И пустыни, и долины. Есть, конечно, не все снимал. Максимально старался снимать, что только было возможно. Наше путешествие еще не заканчивается. У нас еще будет Амстердам впереди. Прогулка в центре города. Поэтому не переключайте канал. Вот наш самолет. КММ. Началась посадка уже. Добро пожаловать в Амстердам, друзья. Здесь очень холодно и дождливо по сравнению с Сан-Франциско. Сейчас будем покупать билеты на электричку в центре Амстердама. Купил в аппарате сейчас билеты в центр Амстердама на ЖД-вокзал. Полупустой. Очень много мест. 5,50 билет стоит. Так, нам надо в центре направо. Такой вот центральный ЖД-вокзал в Амстердаме. А теперь, чтобы выйти, нужно еще раз вот этот вот билет. Ну, не еще раз, а вообще его нужно приложить. До этого я его нигде не показывал. Есть. Стройка полным хоном. Как всегда. Вот ЖД-вокзал. Очень красиво, ребята. Очень просто. Не передать словами. Выбираем магнитик. Смотрите, одна штука 2 евро, 3 штуки 5 евро. Огромное количество. Каких хочешь. Ребята, короче, дышать невозможно. Воняет какой-то травой, наркотой. Не знаю, что здесь курят. Каждый что-то курит. Аж в горле горчит. Короче, очень неприятный воздух. Но город, конечно, очень красивый. Просто невероятный. Вон ЖД-вокзал, улица упирается. В ЖД-вокзал. Какая-то площадь. Столько было шипедов, это капец. Просто очень много. Такое здание красивое, смотрите. Куда ни глянь, везде красота. Везде шикарно. Находимся у реки, на мосту. Тут, короче, таких мостов, наверное, не знаю сколько. Сотни. Везде припаркованные велосипеды. Вау, это просто невероятно. Очень крутой город, красивый. Сейчас на другом мосту. Обратили внимание, что очень много домов. Косык. И вот я не могу понять, то ли специально так строили, то ли очень много домов понаклонялось. Не знаю, видно вам или нет. В правую сторону. Этот в левую. Очень странно, не знаю. Хорошо, у меня пересадка, да? Я сделал себе это. Я сам так сделал, чтобы пересадка была несколько часов в Амстердаме. И выезд будет, вылет будет с Сент-Ховена. Еще туда нужно будет доехать на автобусе, на фликсбасе. Вот, поэтому у нас есть несколько часов, чтобы здесь погулять. Красота. Дом слева вообще наклонен вперед сильно. Таких домов очень много. Наклонен либо вперед, либо на бок. Целая трасса для велосипедов. Серьезно говорю, не могу здесь дышать вообще. Просто каждый курит что-то. Горечь стоит в воздухе. Такая вонь. Какая красота. Короче, город обалденный. Общество. Мне не очень нравится, которое здесь находится. Друзья, может кому-то пригодится. Кто будет ехать с Амстердама в Вейнтховен в аэропорт. Если посмотреть, вон там же ты вокзал. Видите? Здесь вот большая стоянка велосипедов. И автобусы, которые едут на аэропорт вот здесь становятся. Флексбас и другие фирмы. Вот только здесь. Не на автовокзале, вот только здесь. Мы сейчас вот едем. Три человека. Пустой автобус. Выезжаем потихоньку с Амстердама. Огромный автобус везет три человека. Не знаю, на чем компания зарабатывает, конечно. Всегда ли так получается. Сейчас ехать где-то час сорок. Красивый город. Мне понравился. Меня, короче, вырубает. Сегодня целый день мы провели, получается, как по-американскому. Это ночь была. Мы тут уже перестроились на американское время. Сегодня целый день ходили. Еще впереди перелет и дорога с Кракова на машине во Вроцлав. Вот. Надеюсь, я выдержу не заснул. Так спать хочется это вообще. Подъезжаем уже к аэропорту. Никаких остановок не было. Так втроем мы и доехали сюда. Терминал Эндховен Аэрпорт. Напротив такая огромная парковка для машин. Остановка автобусная. Все же ведет ремонт, какая-то перестройка. Вон, видите, написано. Эрпорт Эндховен. Перед нами предстоит последний самолет. Мы уже прошли все проверки. Просто ждем вылета. Хочу поблагодарить всех, кто смотрел все мои выписки про это путешествие. Мне очень приятно, кто смотрел и все. Мы, короче, очень довольны, в восторге. Единственная дорога, конечно, тяжелая. И туда, и обратно. Из-за того, что я сделал максимально дешево. Поэтому получилось много пересадок. Много ожидания. Там переездов каких-то. Но зато и Амстердам немного увидели. Подписывайтесь на канал. Кто еще смотрит без подписки, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И до новых встреч уже тогда в Польше. Пока.